В Видновской взрослой поликлинике ВРКБ открылся кабинет по приему больных с хронической сердечной недостаточностью. Здесь люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут получить квалифицированный медицинский осмотр и диспансерное лечение. Пациенты с хронической сердечной недостаточности, не все понимают, что это такое. Если в клиническом плане, то те пациенты, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы и предъявляют жалобы на одышку и отеки. Это два основных критерия. Дальше мы разбираемся, диагностируем, обследуем. Появилась возможность и дистанционной консультации со специалистами высокого уровня, которые после изучения всех данных пациента дадут рекомендации по коррекции терапии или направлению больного в тот или иной лечебный центр. У нас открылся такой портал, это телемедицина, куда мы можем послать документы. Это не нужно самому пациенту никуда ехать. Он приносит нам документы свои. Мы это все сканируем и отправляем на заочную консультацию. Наталья Филатова также рассказала о новом порядке получения бесплатных лекарств людьми, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все пациенты, которые перенесли в течение года такие заболевания, как, первое, это инсульт, второе, инфаркт, даже если им не проведена никакая операция, то есть стентирование или аортокоронарное шунтирование, и плюс пациенты, которым проведена радиочастотная абляция, РЧА, так скажем, они имеют право получать лекарственные средства по 1Н-приказу в течение года, если они не относятся к федеральным льготникам, то есть это кто имеет инвалидность у нас, и второе, если они не имеют региональную льготу. По прошествии года лекарства также будут бесплатны, но уже по другим квотам. Как объяснила врач-кардиолог, данный приказ Минздрава преследует несколько целей. Чтобы, во-первых, пациент не терялся у нас из вида, потому что частично люди просто-напросто перенесли как факт, им назначено лечение, и они пьют препараты, хотя они должны быть под наблюдением и корректироваться терапией. Во-вторых, чтобы была доступность, да, то есть как бы мы желаем все-таки, чтобы наши пациенты жили долго и не получали второй, не дай бог, третий инфаркт или инсульт, чтобы они пили качественную терапию и лечение. Также Наталья Филатова поделилась мнением по поводу вопроса, есть ли какие-либо ограничения на прививке от COVID-19 у тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Двоим пациентам мы рекомендуем данную прививку. В нашем случае только противопоказание, если это, так скажем, докомпенсированный больной, тяжелым больным, то есть это так, как бы противопоказание, пока мы его не стабилизируем. Как таковы заболевания сердечно-сосудистой системы не являются противопоказанием для данной прививки. Кабинет по приему больных с хронической сердечной недостаточностью работает каждый понедельник с 8 до 14 часов. Вход с обратной стороны детской поликлиники. Записаться на прием можно у участкового врача, кардиолога или позвонив по телефону колл-центра ВРКБ. Продолжение следует...